Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на второй торговой сессии этой недели. Продолжаем мы следить за событиями на финансовых рынках. Ждем очень важного релиза для доллара. Это статистика по индексу потребительских цен, по инфляции. Она, правда, у нас под самый занавес, собственно, этой торговой пятидневки в пятницу. Параллельно следим за комментариями представителей американского регулятора, которые, уверен, сейчас могут по праву блистать каким-то сверхоптимизмом уже на основании тех отчетов по американскому рынку труда, которые мы с вами получили в пятницу. А до этого еще у нас и активность в производственном секторе и в сфере услуг, которые тоже, в принципе, порадовали и поддержали тренд исключительно прогрессирующих сильных макроэкономических отчетов. Доллар, друзья, для нас остается основным драйвером для большинства вообще инвестиционных идей, ставя на ослабление рисковых инструментов. Мы, конечно же, пытаемся найти причины, из-за которых они могут слабить на основании национального фундамента, но все-таки без роста доллара многие идеи, конечно же, не будут состоятельны. Ну, о долларе мы, безусловно, еще поговорим, в принципе, как это всегда делаем. Я предлагаю сначала быстренько пробежаться по нефти, тому, что складывается на рынке российского валютного инструмента. Клосс вчерашнего дня по бренду 52.24, сейчас инструмент торгуется чутчику пониже 52.14. В целом, вся торговая сессия понедельника буквально для большинства инструментов была крайне низковолатильной. Это обычное явление для понедельника, потому что мы редко открываем, собственно, первый день недели с каких-то важных, интересных событий. Они обычно уходят, собственно, на последующие торговые сессии и текущие недели не исключение. То, что по большинству инструментов мы остались, в принципе, на тех же самых уровнях, где, в принципе, зафиксировали торговую сессию еще в пятницу и закрыли всю неделю. Это так. Более-менее интересными движениями отметились австралийцы и новозеландцы, но это в соответствии с нашими ожиданиями, потому что эти акции его просили. Я объясню, чем это было связано и почему эти инструменты нужно продавать всем дальше. Но возвращаясь к нефти. Мы наблюдали, как котировки нефти и пребывали на положительной территории, и имели, в принципе, все шансы на успех по закрытию в плюс, но под конец дня все-таки произошла корректировка и закрытие на отрицательной территории. Можно сказать, друзья, то, что вслед за фундаментальным позитивом, который базировался еще на отчетах правительственных данных от Администрации энергетической информации по запасам нефти, по запасам бензина и дистиллятов, на основании положительного для покупателей отчета по Baker Hughes о количестве интерминалов, когда их число сократилось на единицу с 766 до 765, и на основании ожиданий, которые присутствовали перед встречей технического мониторингового комитета ОПЕК в Будапе. Вчера на рынок пришел и скепсис, на который мы с вами и настраивались. Этот скепсис связан с обновленной статистикой по росту экспортных поставок регионов ОПЕК и росту добычи нефти в Соединенных Штатах Америки. Друзья, вы наверняка помните, я уже повторял то, что для рынка нефти каждый раз, когда мы открываем новый месяц, у нас есть три очень значимых отчета. Это отчет от Администрации энергетической информации, доклад официальной ОПЕК и отчет Международного энергетического агентства, которые оценивают в целом глобальное предложение, глобальный спрос, и дают прогнозы по поводу того, удастся ли все-таки БКам и оптимистам перетянуть одеяло на себя в конечном счете, заложить основы для будущего роста котировок нефти. Вот эти отчеты мы, в принципе, еще ждем, хотя по ОПЕК у нас есть уже, как я отметил, статистика, с которой мы можем работать. Я вот спешу поделиться с вами этими данными, поскольку в июле экспортные поставки стран ОПЕК выросли до 26,11 миллионов баррелей в сутки. Ну, может быть, общий показатель, мало кому о чем говорит, но я думаю, что сам контраст, насколько выросли отгрузки нефти, по сравнению с позапрошлым месяцем, уж точно вам скажет о многом, потому что отгрузки нефти увеличились на 370 тысяч, друзья. Это очень много. Что касается Штатов, то объем добычи, как вы помните, на основании еще отчетов прошлой среды снова вырос. Мы говорим очередной раз о планке в 9,43 миллиона баррелей в сутки, не сомневаясь, что рост добычи будет продолжен. Мы наблюдаем, как увеличиваются экспортные поставки, даже несмотря на действия этого наитического пакта, даже несмотря на то, что многие регионы, как вы помните, сейчас будут ограничивать экспортные поставки, вот Саудовская Аравия в диапазоне 6,6 миллионов баррелей, но, судя по всему, не очень-то верится в то, что это предприятие будет иметь какой-то успех. Сегодня, не забывайте, проходит второй день уже встречи технического комитета в Абудабе. Цель – это абсурдить реализацию соглашения, определить степень исполнения договоренностей и, может быть, попробовать найти дополнительные пути выхода из проблемы перепроизводства. Но считается то, что удастся убедить Ливию присоединиться к энергетическому факту. Ну, не знаю. Я думаю, что если были бы предпосылки до этого, мы бы уже давно начали бы закладываться под этот фундаментальный позитив. Но этого позитива нет. Поэтому с большой долей вероятности я предполагаю то, что итоги, которые будут оглашены сегодня в течение дня, опять же, встречи этого мониторингового кабинета, больше спровоцируют негативное настроение и могут стать причиной давления на котировку нефти и, соответственно, распродаж. Вы к этому должны быть готовы, друзья, потому что рынок сейчас замер, опять же, в той стадии, после которой, вслед за которой должны пойти интенсивные интересные движения. По рынку нефтянки нас интересует движение вниз и, я уверен, мы его неприятно получим. Также в 23.30 статистика по АПИ – это данные запасов нефти от американского института. Ну, посмотрим в этот раз на этот отчет. Напомню, что на прошлой неделе статистика от АПИ разнилась с правительственным отчетом, потому что по АПИ у нас был рост, собственно, запасов на, по-моему, 1,7 миллиона. А что касается официальных данных от Министерства энергетики, снижение запасов на 1,5 миллиона. Ну, рынок показал то, что готов и с удовольствием отыгрывать вот эти все обновленные статистические данные. Мы тогда постфактум вторника по котировкам нефти просели, а потом в среду стали обратно отрастать, благодаря поддержке правительственного отчета. Уверен то, что и в этот раз статистика тоже не останется без внимания. Мы также обратим на нее достаточно, посвятим достаточно времени, уделим, поговорим. Но в целом я надеюсь то, что мне удалось отчасти вас убедить в том, что пока что рынок нефти это рынок аутсайдеров и уж точно такой доминирующей позиции медведей. Пусть они еще не проявляют себя во всей красе, но согласитесь, что котировки нефти сейчас лишены импульса забраться в район 55 долларов за банк. Опять же, это свидетельство того, что медведи так же не дремлют. И медведи, собственно, так же, как и быки, готовы использовать любую фундаментальную поддержку, чтобы усилить, собственно, свои настроения и привести к реализации того сценария, который нужен. Мы медведи, и нам нужно снижение цены на нефть. Уверен, что мы его дождемся. Рубль 60.05 сейчас все уже без исключения признают тот факт, что корреляция с нефтью стала очень высокой, и российская валюта всецело обращает внимание на поведение этого инструмента. Поэтому по рублю мы продолжаем держаться выше 60, поскольку чувствуется потенциал слабости этого актива, и при его реализации российская валюта снова будет идти к верхней границе уже такого устоявшегося и негласного коридора. Это 59-62. Нам, конечно же, нужно добраться до верхней планки этого сопротивления. Но, думаю, что на фоне еще и санкционных вопросов, опять же, на фоне тех проблем, которые явно начинают прослеживаться на рынке облигаций федерального займа, у нас, в принципе, структура российского долга по мере снижения операций, привлекательности операций керри-крейд, да, признаю, они все еще сплачивают иностранных инвесторов, но интерес уже не так выражен к этим активам. Я считаю, друзья, то, что мы все правильно сделали, когда поставили на ослабление российского валютного актива, и надеемся, что в тот момент, когда на рынке был велик соблазн, когда рубль котировался в районе 56, поставить на то, что рубль будет крепчать до 50, вы не позволили рынку навязать вам вот эту ненужную и неправильную, абсолютно даже нелогичную позицию, поскольку вы отталкивались, как и всегда, от фундаментальных событий и знали то, что укрепление российской валюты – это что-то странное, поэтому рынок вернется к своему логичным трендам, в принципе, это произошло. По рублю ждем следующего сопротивления – 61,62, с нашей среднесрочной целью 63 против американцев. Доллар японская иена продолжает держаться на отметке 110,64, в принципе, чуть ниже, чем мы говорили о котировке днем ранее, то есть в ходе брифинга в понедельник. Пока американская валюта замерла, в принципе, на текущих значений, получив прошлый импульс поддержки от данных по Non-Farm Payless в прошлую пятницу. Я не буду говорить в целом про те отчеты, которые вышли. Я думаю, что вы помните, у нас прогресс как по количеству новых рабочих мест, как по динамике роста заработных плат, так и по уровню безработицы. И качественность этих отчетов подтвердил еще тот момент, что уровень безработицы достиг минимального уровня с 2001 года, а с параллельным ростом доли экономически активного населения. Я вам уже сказал, что эта статистика, безусловно, должна быть обнадеживающей для монетарного кабинета США, для представителей БРС, чтобы оправдать еще одно решение по процентной ставке и ожидаемое осеннее сокращение баланса. Поэтому сейчас нам нужно лишь корректировать эти ожидания, которые на рынке присутствуют, с той риторикой, которая будет звучать со стороны представителей ФРС. Точнее, нам нужно сопоставлять эти ожидания, а вот представителям ФРС уже корректировать, потому что они должны, в принципе, подготовить общественность, скажем так, к тем решениям, которые будут приниматься. Сейчас это самое ближайшее осеннее сокращение баланса, поэтому мы уже видим, как наши предложения были оправданы, как представители ФРС начинают высказываться по поводу того, что в сентябре все и случится по сокращению баланса. Вот, собственно, вчера у нас была возможность уже после выхода статистики по рынку труда в пятницу, то есть в понедельник, послушать Болларды и Кашкарии. В частности, Боллард отметил то, что поддерживает сокращение баланса уже этой осенью. Но Кашкарии отметил в целом то, что экономика находится в очень хорошем состоянии. Это в соответствии, опять же, с тем, что мы предполагали услышать, поскольку действительно те данные, которые вышли в последние две недели, они настраивают, ну уж точно только на такой позитивный расклад. Друзья, по доллару, к сожалению, пока нам не за что сцепиться в плане поддержки. Сегодня тоже денек довольно-таки скупой на статистику. Будем ждать уже следующей торговой сессии. Но в целом я уже рекомендую ориентироваться на пятницу, на отчет по инфляции и на ожидания, которые присутствуют. То, что по прогнозам даже большинства экспертов и аналитиков, мы увидим прирост годового значения инфляции на целых 0,5%. Это не может не оказать соответствующую поддержку доллару. А сейчас мы видим, как трежерис десятилетий, на который мы обычно обращаем внимание, тоже находится уже не на минимальных значениях. Удалось им отбрать от минимума 2,27%, 22 сотых. Сейчас постепенно приближаемся к отметке 2,3%. Лишь бы ничего не сломало от этого восстановительного тренда, потому что без роста, собственно, трежерис и без роста индекса доллара мы, к сожалению, не сможем уедить более высокие значения по упаде доллара и японская йена. Но это, опять же, ухожу в земли, ждем данные по инфляции и верим в дальнейший рост американца. Евро против доллара. В принципе, тоже не очень высоко мы ушли с котировок к вчерашнему брифингу. 1,1807 сейчас европейская валюта тоже дремлет, поскольку нет мощных драйверов для движения. Кто-то говорит, что они вообще не появятся до встречи в Джексон Холле, которая запланирована на 24-26 августа. То есть до этого нужно еще дожить, конечно же, пару недель еще. Но в целом мы увидели, как трейдеры готовы топить этот инструмент тоже, когда появляются соответствующие сигналы, в данном случае сигналы по росту доллара. И, возможно, эта тенденция будет сохранена дальше. В примере, она нам точно нужна, поскольку я давно уже рекомендую не даже рассматривать с точки зрения какого-то срока покупки европейской валюты, потому что очень мы высоко забрали. Вчера вышли, кстати, данные по промышленному производству в Германии. И я думаю, что вы наверняка уже понимаете, к чему я сейчас буду планировать. И вы сами должны были сделать уже правильные выводы, потому что промышленное производство просело в Германии на минус 1,1%. В месячном выражении даже не припомню, когда был в последний раз такой спад, с прошлого роста на 1,2%. Промышленное производство, именно проблема, которая сейчас характерна для этой отрасли, это все то, что связано с дорогим курсом национальной валюты. Про это ни в коем случае не забывайте. Ну и тоже уже прикидывайте, что может тогда произойти с курсом валюты благодаря потенциальным действиям Европейского центрального банка, которые просто априоли должны быть направлены на поддержание, собственно, производителей и экономики в целом. Фунт против доллара. Здесь у меня интересное сообщение для вас. Это сообщение, которое, ну, со ссылкой уже, можно сказать, на газету «Телеграф», негласный, скажем, основной источник информации, правдивых, объективных и не требующих подтверждения информационных таких осводов. В данном случае мы с вами можем вернуться к вопросу того самого транша проблемного, который вызывал очень много вопросов. До сих пор не определена конечная сумма, скажем так, откупных, как многие говорят, это то, сколько Англия должна заплатить, собственно, Европейскому союзу за выход из состава ЕС. В данном случае, друзья, что мы можем сказать просто уже о фактах тех данных, которые были в «Телеграфе»? То, что Англия готова заплатить до 36 миллиардов пунктов, это 40 миллиардов евро примерно, гораздо меньше, чем мы помним сумму, которая была определена даже в диапазоне 100 миллиардов евро. Англия готова пойти навстречу, опять же, Еврогруппу, поскольку понимает, что переговоры уже фактически зашли в тупик, и нужно избегать с мертвой точки. Но взамен, собственно, Англия требует, чтобы немедленно был поднят вопрос о потенциально новом торговом соглашении. Переговоры идут по-прежнему довольно жестко, как мы с вами настраивались. Это оказывает соответствующее давление на британца. Параллельно, собственно, с этим на фунт будет еще влиять и политика Банка Англии, который отказался от досрочного повышения процентной ставки, считая, что это абсолютно сейчас ненужный предприятие, на которое не хотелось бы идти. Вы помните, распределение голосов 6 против 2 – это позитивный момент для наших коротких позиций. Поэтому фунт, как и раньше, друзья, давайте продавать. Австралийца против доллара, да и новозеландскую валюту позже давайте сейчас попробуем охарактеризовать с учетом обновленного новостного фуна. Австралийц сегодня получил очень хороший импульс на слабость. Это данные по торговому балансу Китая, импорт просел, можно сказать, по сравнению с прошлой оценкой. То есть оно на очень высоких значениях, но это не те значения, которых достоин Китай. Импорт 11% против прошлого – 17,2%, что касается экспорта – 7,2% с прошлых – 11,3%. То есть вывод, который мы делаем, основной – это наличие очевидных проблем внешнего спроса. Кто является стратегическим партнером Китая? Это Австралия, точнее Китай, это стратегический партнер Австралии, основной рынок сбыта. Поэтому если появляются вот эти тревожные сигналы, проблемы с импортом, это потенциальный риск для австралийской экспортно-ориентированной экономики. Австралийцы в моменте на эту статистику отреагировали распродажами нескольких десятков пунктов, после последовала откат, но я думаю, что у нас будет нечто подобное, что мы наблюдали после последнего заседания Резервного банка на Австралии, когда негатив, который очевиден, не сразу был дисконтирован в стоимости этого актива. Но спустя какое-то время это произошло. Я предлагаю ставить на то, что австралийцы будут снижаться. У нас уже, по сути, тест поддержки 0,79, идем ниже. Наша с вами недельная цель 0,78,50. По Новозеландцу завтра азиатская сессия будет интересной, поскольку Резервный банк Новозеландии будет присматривать процентные ставки. Мы не ждем изменений, потому что сам регулятор Новозеландии понизил прогнозы по инфляции, а на основании этого глупо сейчас менять процентные ставки. Если мы получим еще и намеки по поводу целесообразности сохранения мягкой политики, как это сделал Резервный банк Австралии, тогда быть Новозеландцу по коррекции на тех же самых уровнях, что и австралийцы. Сейчас пара торгуется на отметке 0,73 на 52, ждем отметки 0,73 на 3. Американский фондовый рынок, ну не знаю, если вы торгуете Dow Jones'ом, вы наверняка могли заметить, как этот индекс уже в 8 сессий подряд переписывает к исторические рекордные максимумы. Хотя волатильность не такая уж и высокая. Как по S&P вообще на протяжении уже двух или даже трех недель мы видим максимум дневного изменения. Это меньше даже пол процента. Вот интересная динамика, интересные такие исторические параллели, что в последний раз такой положительный цикл спокойных торговых сессий наблюдался в 1966 году, после чего пошли очень серьезные движения. Ну тогда, по-моему, обвал. Понимаете, к чему клоню? Уже давно американский фондовый рынок характеризует как самый настоящий, может быть, даже самый большой пузырь, который сложился в финансовой секции. Поэтому, друзья, насколько бы сейчас заманчиво не было еще присоединиться к ралли, я предлагаю вам пока это ралли все-таки оставить в стороне и посмотреть на американскую фонду со стороны до тех пор, пока у нас не будет более убедительных сигналов по поводу коррекции сокращения баланса, повышения процентных ставок и реформа в Трамп. Вот когда что-то хотя бы одно из этих реализуется, мы снова вернемся, собственно, к американскому фондовому рынку и бенчмарки, собственно, всей секции, это S&P. Друзья, ну, собственно, на этом все. Из важных событий сегодня в 23.30, пожалуй, только статистика API. Мы уже про нее говорили, это запасы нефти от США. Завтра мы на брифинге поговорим снова и про нефть, и поговорим также про новозеландский доллар, которому на азиатской сессии завтра отводится ключевая роль. Если торгует этим активом, рекомендую не упустить это событие и попробовать поторговать от S&P. Хорошей вам торговой сессии, торгового дня. Не забывайте, как всегда, контролировать риски. Ну и если есть вопросы, канал на YouTube к вашему услугу. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова